если у нас все сделано есть все три бюджета заполнены мы их можем анализировать то есть мы можем на основании этого даже прогнозировать свою рентабельность в будущем более того мы же любим как я ставлю себе большую амбициозную цель чтобы моя рентабельность например для опытовой компании сейчас 10 процентов нет безумно не нравится а в среднем где-то по отрасли на 16 процентов я хочу чтобы у меня было не менее чем 16 процентов могу я ставить такую цель могу я должна для этого в своих планах все это дело учитывать и обязательно отражать так вот если говорим о ликвидности предприятия это все что касается в основном денег поэтому здесь конечно мы будем находить стыковки в бюджет и движения денежных средств и в балансе балансом листе если говорим о рентабельности то это прям с восклицательным знаком только бюджет доходов и расходов он нам для этого по сути и нужен чтобы рентабельность смотреть если мы говорим про деловую активность то это будет соотношение бюджета дохода и расходов и баланса и про финансовую устойчивость тоже баланс но и частично бюджет доходов и расходов я бы хотела сейчас просто на примере некоторых формул вам показать какая может быть ошибка на основании чего вы неверно примите решение это ну как бы выдернуты формулы из разных тем вот взята про рентабельность парочка и про оборачиваемость одна формула возьмем рентабельность активов формула очень простая чистая прибыль поделенная на активы компании ну так как вся рентабельно считается процентах домноженное на стол давайте представим себе если мы возьмем все по внешней финансовой отчетности у меня там лежат запасы которые уже тысячу лет лежат на складе и бог его знает вообще я продам или не продам но запасы они отражены как активы у меня там может лежать куча какого-то оборудования ну или каких-то там основных средств которые тоже вот так по-честному по-честному я уже давным-давно не использую и лучше чтобы увеличить рентабельность сдать их в металлолом если вы уже года три не используете так по-честному понимаете то попытаться продать ну или хотя бы по цене металлического лома сдать а поэтому вот здесь вы можете допустить глобальную ошибку в расчете активов ну еще не забываем у нас какая есть такая любимая статья в активах дебиторка сейчас еще более-менее коллеги вот кто давно давно как-то сталкивается с вашей отчетностью кто давно уже в бизнесе кого кидали в кризисы 98 года потом 2008 года потом еще когда-нибудь тот знает что такое дебиторская задолженность сомнительная или невозвратная вообще да и поэтому раньше она очень долго висела была у нас реализована пословица обещанного три года ждут и в нашем отчете она так жила три года но коллеги мы еще раз с вами говорим об управленческой отчетности вот если вы возьмете здесь все-таки управленческий отчет вы здесь можете взять реальные запасы реальную дебиторку то есть то что вы все-таки ожидаете к получению и так далее следующий момент рентабельность продаж ну вообще сама по себе рентабельность продаж формула очень простая это мы чистую прибыль делим на продажи я бы даже сказала так на выручку это может быть какая-то прибыль поделенная на выручку вопрос какая вот большинство людей не имеющих финансово-экономического образования открыли книжку прочитали что надо посчитать рентабельность продаж по такой формуле подставили посчитали получили очень странную цифру и идут например ко мне у нас такая цифра она там-то зашкаливает вообще неимоверным образом я вроде бы не имею столько денег а как такая хорошая рентабельность там или еще что-нибудь начинаем выяснять бывает что в компании перед тем как вы займетесь анализом надо очень внимательно посмотреть а можно ли по чистой прибыли считать эту рентабельность очень часто мы сталкиваемся с какой ситуации а-ля холдинг вот я сейчас сознательно говорю вот в такой вот версии у нас в россии очень много а-ля холдингов то есть по-настоящему юридически это не холдинг но так то мы понимаем что у нас для некой налоговой оптимизации есть две-три компании на разных системах налогообложения которые там чего-то работают но по честности по честности там собственник и директор это я один человек во первых когда мы будем говорить о любом виде анализа мне нужна нормальная консолидированная отчетность все понимают это слово что значит консолидированная это не просто построчно сложенная отчетность потому что если я сама себе продала товар а потом куда-то его продала на сторону то смысла в этой операции нет когда я говорю консолидированную отчетность то любой собственник или грамотный директор он хочет посмотреть и взглянуть на эту кучку компаний как на единый живой бизнес в целом какова рентабельность этого бизнеса они раздутые внутренние обороты мы же там понимаем и друг другу там как будто бы себе кум сват брат за им дали денег кто-то вовремя для отчетности денег попросил чтоб посимпатичнее было ликвидность в банк идти за кредитом кто-то наоборот деньги сбросил кто-то пытается изобразить выручку в этом периоде кто-то затраты в этом и так далее нужно первых убирать все внутри групповые обороты это очень важный момент убираем все внутри групповые обороты и после того как у вас уже все 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 собрано мы можем получить некую какую-то красивую картину правдивую картину еще один момент когда нельзя прям по чистой прибыли представим себе есть настоящие холдинги есть управляющая компания есть куча дочек разбросанных по всей россии если вдруг просто такой случай был поэтому я всегда его привожу в пример человек берет и анализирует конкретно отчетность вот той управляющей компании у них малюсенькая есть выручка они что-то как-то живут что-то делают есть малюсенькая выручка есть малюсенькие затраты есть какая-то небольшая операционная прибыль после этого у них начинаются прочие доходы расходы куда приходят все от дочек и и получается чистая прибыль раз в сто больше чем выручка и когда они садятся и начинают анализировать рентабельность продаж по чистой прибыли они же формулу то посмотрели они же грамотные люди книжки читать умеют подставили формулу посмотрели мы получили рентабельность 2000 процентов это даже не ошибка в формуле формула правильно взята но это просто логика и здравый смысл если мы хотим посчитать рентабельность данного холдинга мы должны взять сами консолидированную отчетность если мы хотим и тогда можно взять по чистой прибыли если мы хотим взять рентабельность это управляющей компании мы должны были с вами взять по операционной прибыли и вот то что конкретно вот эта компания там сама себе наработала. Дай бог, чтобы не убыточные, обычно они еще и убыточные, эти управляющие компании. Смысл понятен? Чему бы вас вообще не научили в любых финансовых книжках? Чему бы вы там где-то на каких-то семинарах не научились? Ребят, логику никто не отменял. Если говорить о оборачиваемости, тоже здесь детально я не буду углубляться, но тем не менее, самые частые ошибки, это опять же изначально неверно поданная информация для анализа. Неверно посчитанные активы, там конкретно уже, когда мы начинаем говорить об оборачиваемости, мы уже конкретно говорим оборачиваемость дебиторки, считаем дебиторской задолженности, оборачиваемость кредиторской задолженности, оборачиваемость запасов и длину финансового цикла. Вот здесь, если у вас, коллеги, нет управленческой отчетности, не пытайтесь считать финансовый цикл по вашей внешней отчетности.